Видео создано благодаря спонсорству компании BQ Aquaris, умные гаджеты с образовательной миссией. Смартфоны Aquaris работают на голом андроиде и процессорах Qualcomm, при этом стоят недорого. Хватит переплачивать за лишние функции. Ссылка в описании. Всем здорова! Вопрос, почему смартфоны разряжаются, звучит довольно странно, и думаю, каждый на него даст вполне логичный ответ, потому что им пользуется, вот он и разряжается. Но что если заряженный смартфон на ночь кладут на тумбочку, а под утро в нём почти не остаётся заряда, я расскажу вам, почему так происходит и что с этим делать. Усаживайтесь поудобнее, поехали! Называется подобное поведение смартфона на языке гиков жором батареи. Жор зачастую происходит потому, что смартфон не может перейти в энергосберегающий режим в те моменты, пока пользователь его не трогает. Будить или не давать смартфону спать, а следовательно разряжать батарею, могут кривой софт, сторонний или системный, кривое ядро системы, слабый сигнал беспроводных модулей связи, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, NFC или мобильной сети, синхронизация и пуш-уведомления, некачественная прошивка, деградация аккумуляторной батареи и, наконец, глюк контроллера заряда. Все эти причины, кроме последних двух, можно исправить программно. Первое, на что стоит грешить, это сторонний софт. Пойдите в настройки и посмотрите статистику по расходу заряда. Если вам повезёт, то вы там обнаружите причину жора. Эта программа будет стоять на первом месте в списке энергозатратных. В таком случае просто нужно программу удалить, либо выгрузить из памяти, либо переустановить. Но зачастую так просто решить проблему не получается. И в таком случае вам необходимо провести чистку. Сделайте ревизию софта на смартфоне. Особое внимание уделите недавно установленным приложением. Поудаляйте нахрен всё ненужное к чертям. Если это не помогает и в статистике расхода числится что-то вроде система Android или Android OS, то ставим программу WakeLockDetector. Она поможет найти прожорливые приложения. Если есть рут, то даём права WakeLock'у и ждём несколько часов, пока приложение соберёт всю статистику. WakeLockDetector может отследить не только программы, но и процессы, из которых они состоят. Грубо говоря, под одним пунктом в системной статистике расхода батареи может скрываться несколько процессов. Например, пункт «Система Android» несёт в себе десяток различных процессов, один из которых и может жрать батарею. Вот WakeLockDetector как раз и способен разложить всё по полочкам и рассказать, какая сатана не даёт покоя вашему смартфону. Не всегда ответ будет очевиден. Порой название будящего процесса ни о чём не говорит. В таком случае обращаемся к великому и могучему Гуглу, вбиваем название в процессы в поисковике и наводим по нему справки, где живёт, чем занимается, куда ходит в свободное время. Либо можно сходить в ветку обсуждения WakeLockDetector на 4 ПДА и узнать всё там. На форуме уже собрана большая подробная база знаний по различным процессам. Что же теперь делать с нарушителями покоя? Тут два варианта. Либо расстрелять, либо заморозить фоновую активность. Но лучше заморозить, так как вы нечаянно можете удалить важный процесс и окирпичить свой смартфон. Для управления фоновыми процессами могу порекомендовать пару приложений. Первое – Greenify. Оно позволяет ограничить работу программы в фоновом режиме. При этом, если запустить приложение вручную, всё будет работать как прежде. Ну и второе – Disable Service. Работает более точечно и позволяет отключить конкретный будящий процесс без отключения всего приложения. Но она требует большего понимания принципов работы приложения. Вы должны чётко знать, какие процессы отключать можно, а какие нет. Вообще-то, оба приложения потребуют осторожности и рут прав. Если бездумно отключать и замораживать работу системных служб, сервисов и процессов, то можно натворить немало бед. Поэтому трижды подумайте, что делаете прежде, чем делать. Естественно, ссылки на все приложения я оставляю в описании к этому видео. Обязательно всё попробуйте. А кирпич пару раз. Каждый новый кирпич – это маленький ваш шаг навстречу большим знаниям. Конечно же, я шучу. Если для вас это слишком сложно и вы ничего не поняли, то попробуйте удалить с рабочего стола лишние виджеты. Отключите живые обои, если они есть. Выключите поиск Wi-Fi сетей. Для этого перейдите в настройки, Wi-Fi, дополнительные функции. И тут нужно снять галочку «Всегда искать сети». Отключите фоновую работу служб по передаче геолокации. Зайдите в настройки, местоположение и отключите отправку геоданных. Также отключите не очень нужные синхронизации. Обычно это можно сделать в настройках в пункте «Аккаунты». Отключите нахрен все неиспользуемые беспроводные модули связи, вроде Bluetooth, NFC или Wi-Fi. По максимуму откажитесь от пуш-уведомлений в соцсетях и других приложениях. Постарайтесь не использовать пробуждение смартфона по дабл-тапу или по свайпу. При плохом качестве связи LTE переключите тип сети на 3G или 2G. Кроме этого немало могут потреблять и Google сервисы. Они постоянно лезут в сеть за обновлениями и отправляют в интернет кучу данных. Отключите в Google Play автоматическое обновление и уведомление об обновлениях. В Google Now можно оставить только поиск, а подсказки лучше отключить. Также отключите вызов помощника голосом. Смартфон постоянно прослушивает окружающее пространство в поисках заветной фразы «Окей, Google» и тратит на это очень много энергии. Ну а если же вдруг по какой-то причине все вышеперечисленные методы вам не помогли и батарея все равно тает на глазах, то сбрасывайте смартфон до заводских настроек. Для этого зайдите в «Настройки», «Восстановление и сброс», «Сброс настроек» и сбросьте все настройки телефона. При этом могут стереться и все фото и видео, так что перед этим скиньте их все на комп или на облако. В случае если у вас стоит кастом, то попробуйте прошить другое ядро или на крайний случай вернитесь на сток. Если даже и после таких радикальных мер жор батареи остался, то скорее всего в вашей батарее хана, и пора ее менять. Чтобы убедиться в неисправности аккумулятора, есть очень простой тест. Вам необходимо зарядить смартфон до 100%, при этом температура батареи должна быть от 22 до 28 градусов. Если больше, то просто не трогайте смартфон, дайте ему остыть, пусть полежит на зарядке. Температура упадет минут за 20-30. Дальше отсоединяем телефон от зарядки и отключаем его питание. Ждем около минуты и снова включаем. Если после загрузки у вас по-прежнему осталось 100%, то батарея в отличном состоянии, беспокоиться не о чем. Даже если заряд упал на 1%, то это тоже нормально. А вот если на 2 или более, то значит емкость вашей батареи начинает падать. Вывод, чем сильнее упал процент заряда, тем сильнее износился аккумулятор. Вскройте крышку, выбросьте старый аккумулятор, вставьте новый. Ну и последний, пожалуй, самый страшный сценарий развития событий, это глюк контроллера заряда. К сожалению, такое встречается достаточно часто, даже на смартфонах от А-брендов. Контроллер выходит из строя и неправильно считывает данные с аккумулятора. Контроллер расположен на материнской плате и может быть либо отдельным блоком, либо частью процессора. И тут вам поможет только сервис. Несите смартфон специалистам, пусть они его перепаяют. Операция недорогая, несложная, но для экзотических моделей смартфонов, возможно, нужно будет подождать, пока придет нужный контроллер. Ну а на этом все. Надеюсь, что вам было видео полезным или, по крайней мере, интересным. Если это так, то обязательно поделитесь им со своими друзьями. Поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал, потому что впереди еще много подобных видосов. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok